приветствуем вас друзья дорогие поклонники спорта на youtube канале sporttime.kz в эфире олимпийский экспресс и с вами я ерзат сергазин сегодня мы бы хотели рассказать о не совсем благоприятной ситуации которая сложилась в астанском синхронном плавании к нам в редакцию обратились сами спортсмены тренера родители спортсменов и то что мы услышали конечно же не могло нас порадовать как и всех вас буквально через несколько секунд сами спортсмены наставники и родители расскажут о сложившейся ситуации поделиться своим видением и мнением о микроклимате национальной сборной и в целом о положении дел синхронном плавании этот эстетичный этот великолепный вид спорта который имеет давние традиции в казахстане развивается давно также мы имеем здесь свои определенные успехи и сегодня невозможно представить казахстанское современное синхронное плавание без таких специалистов как оксана москвичева как айнур кирей мнение этих специалистов конечно же ценно и надеюсь после нашего выпуска после того как мы обрисуем эту проблематику на казахстанское синхронное плавание обратят внимание национальный олимпийский комитет федерация водных видов спорта и ситуация которая сложилась сегодня в этом виде спорта разрешится спортсмены смогут спокойно тренироваться готовиться к ответственным стартом и прославлять казахстан на мировой арене также в нашей студии побывала родитель нашей известной именитой спортсменки яны дегтяревой оксана дегтярева которая высказала также свое мнение в том числе мы выслушали действующего спортсмена мастера спорта международного класса айгирим исаеву и скажем прямо то что мы услышали мы тем были разочарованы первые мои воспитанницы одни из первых это сестры немич которых лично я тренировала составляла им дуэт и потом доведя их до кмс они оказались здесь в алмате ну потом уже в астане и стали главным дуэтом страны также сейчас на данный момент половина сборной это из десяти пять человек из дакова ольга крылова елена балатова наргиза как у тебя этери и макарова ксения это лично мои спортсменки они неоднократные чемпионки азии потому что мои дети в тимиртау мы тренируемся по девять часов в день каждый день надо изменить систему полностью тренировок и сборов не тратить госденьги на даже на те же самые поездки много раз а лучше пригласить какого-то очень хорошего специалиста который поможет составить программу если надо доработать и подсказать нужно набираться опыта я считаю у таких звезд можно сказать синхронном плавании именно у тренеров а здесь мы варимся в своем соку можно сказать мы конечно на соревнования когда выезжаем мы видим уровень мы стремимся к этому и после такого моего достижения как это на кубке средиземноморья восемнадцатом и девятнадцатом году когда доказала восемнадцатом году и мы приехали с четвертом место мы произвели просто фурор и на следующий год мы опять привозим четвертое место и и в соло и в дуэте и в группе и в комби и получается я опять это достижение повторила и я хочу почему бы и нет мне кажется каждому такому тренеру я считаю мои результаты и спортивные достижения моих девчонок позволяют мне дальше работать с ними же в сборной команде национальной сборной и я хочу чтоб казахстан поднялся хотя бы финал вошел потому что ну не входит финал нет в группа так вообще группа занимает 15 место и продвижение нет а я хочу чтобы вошли в финал и еще такой момент что допустим в других видах спорта нанимают даже если тренера говорят вот на тебе четыре года предолимпийских и ты должен сделать результат показать не делаешь мы с тобой прощаемся или там контракт разрывают почему здесь уже внутри олимпиады я роста не вижу мне кажется надо дать другому какому-то специалисту шанс хотя бы попробовать я не прошу 15 лет как тренируют наши ну тренера главные я не прошу я прошу четыре года действительно чтобы я смогла показать результат на сегодняшний день мне кажется идет большая несправедливость по отношению к молодым тренерам для чего мы это все делаем для того чтобы достучаться чтобы обратили на нас с помощью пресса потому что ну письменно видимо не помогает очень много очень много талантливых спортсменок которым правда не дают развиваться ни тренерам ни спортсменкам ну и на самом деле очень сильно опускаются руки ты хочешь одного но по факту тебе никогда не дадут этого сделать и наверно больше поэтому мы начинаем сейчас говорить и мне кажется таких проблемах все должны говорить и знать меня больше всего раздражает и придает дискомфорт это несправедливость в основном упираются на то что дети которые тренируются у демченко жанны геннадьевны они у них больше привилегий больше возможностей а остальным ну детям не совсем комфортно и поэтому очень многие дети девочки они просто бросают спорт большому сожалению как получилось с моей дочерью у меня есть девочка которая на чемпионате казахстана взяла бронзовую медаль как солистка я тоже хочу чтобы она могла вместе с национальной сборной вместе тренироваться потому что это подрастающие поколения правда не дают молодым тренерам они очень амбициозные наши молодые тренеры кого я знаю оксана москвичева стимиртау это очень амбициозно молодой тренер у нее очень много спортсменов которых она вывела на первое второе также третье место она принесла нашу страну в копилку нашей страны очень много медалей именно ее заслуга правда но почему-то должны быть только вот все привилегии почему-то у демченко жанны геннадьевны почему но это несправедливо на данный момент мы сидим в темиртау и не плаваем не имеем возможности плавать потому что как нам сказал главный тренер алматы сборы начались у них с первого июня со второго точно не знаю в бассейне рахат и нас не позвали родители так и сказали родители стимиртау сказали говорит что в чем виноваты наши дети что они родились стимиртау мы стимиртау что у нас тренера стимиртау это несправедливо у нас претензии не к руководству который вышестоящим руководствам у нас претензии с атмосфере в синхронном плаву вот именно среди тренеров у нас есть в алмате тренера молодые которые также хотят достичь результата какого-то есть спортсменка финалистка соло единственная кулькина анна она сейчас тренирует и почему бы ей тоже не дать возможность тренировать тех же солисток потом я также хочу продолжать тренировать своих же спортсменок только надо изменить подход искреннее желание просто работать и развиваться почему когда есть куча молодых кадров оксана тренер номер один в казахстане да мне обидно мне обидно допустим за москвича оксану то что пол сборной это ее дети но все лавра достается другим она в тени и даже не приглашает на сборы не приглашает там присутствуют девочки которые занимаются по полгода но девочки которые готовятся к юниорском чемпионату мира у которой одни из лучших у нее одни из лучших спортсменок девочек приглашает а ее нет мы выросли на этом там внушали нам одно дело что что все что у нас творится в синхронном плавании что мы такие-то такие-то это только благодаря там одной личности потом естественно ты вырастаешь и ты понимаешь что это неправильно что нельзя вести нельзя делить кого-то кто-то нравится кто-то не нравится надо просто работать над всеми и давать шансы всем тут идет самая большая проблема в синхронном плаве то что идет борьба тренеров они спортсменок мне кажется что дело не откуда тренер и не откуда ребенок но если этот ребенок сделал лучше из тимиртаун с тузька миногорска неважно откуда значит этот ребенок заслужил какую-то поездку какой-то старт какие-то те же сборы вообще моя цель всегда была довести до хорошего уровня своих спортсменок в возрасте 13 15 я повторюсь и 12 моложе у меня это получается я уже какой год мы становимся призерками чемпионками даже входим в финал кубков мира средиземноморья становимся четвертыми хотя раньше никто не мог этим результатом похвастаться и меня заботит вот что когда я передаю этих девочек на следующий год они вот 15 летнего возраста выходят в сборную почему нет роста я искренне болела за яну дегтяреву потому что такой спортсменки не было мне кажется за весь период синхронного плавания казахстане не было это невероятно красивые ноги это метр семьдесят восемь девочка который вот и дано да вот дано заниматься синхронным плаванием и мне допустим было крайне жалко я писал курточок бросаешь гору не бросай давай мы найдем спонсоров мы тебя отправим там туда-то туда-то она гормит и все в казахстане тренироваться я не хочу я вообще пришла синхронное плавание в 6 лет тренировалась она 11 лет стояла на во всех группах во всех программах также она была в дуэте с русанова дженнифер где они занимали на международных стартах первое второе третье места достаточно успешным потом получила дженнифер русанова трампу колено но и дуэт не мог быть и решили так с нашим тренером анной кулькиной что я на пока будет в группе и делать соло потому что такого роста и таких перспектив пока еще других девочек не было но старший тренер алия каримова посчитала что солистки в нашей стране не нужны вывозите на чемпионаты мира вообще никуда ее не будут хотя она сама говорила чтобы я на подготовила соло для чемпионата мира я на сама подготовила соло сама придумала мы подобрали музыку это соло очень понравилось там показывали только черновую обработку черновую постановку но понравилась ее постановка но потом алия каримова я не предложила в пару в дуэт встать с девочка которая намного ниже и по уровню и по результатам и просто я сказали вернешься к жанне геннадьевне тогда у тебя будет все и сборы и соревнования и так далее а соло то это твоя личная инициатива на что я она просто развернулся и ушла с тренировки сказала я больше туда не выйду раз я не нужна не я не мою соло значит я больше не буду тренироваться все мы приняли такое решение мы я на поддержали как родители значит мне кажется неправильный подход какой-то к тренировкам или что-то с дисциплиной но когда я сейчас была с января месяца на сборах я своих спортсменок не узнала об этом надо разговаривать и об этом надо говорить то есть если раньше было даже после первого конфликта главного тренера осудили но при этом и также остались за бортом мне кажется это ненормально когда человек это ни для кого не секрет что человек осужден и он потом отбыв свой какой-то срок может спокойно вернуться и дальше всю ломать систему и более того уже наверное скорее мстить уже за то что вот с ней такое произошло хотя по факту это действительно справедливо и все чего я хочу это только справедливости но я думаю пока тренерский состав не поменяется эта проблема будет тебя своего живот приехав за не знаю ну за государственные деньги за казахстанские деньги приехав на старт ты судишь за казахстанские деньги хотя по правилам до такого нету и ты топишь своих же казахов но разве это нормально но мы хотим чтобы молодым тренером давали зеленый свет что мы такие же тренеры как и они что почему у них есть какие-то особенные привилегии а у нас их нету мы хотим что все было справедливо мы хотим чтобы молодое поколение у них была возможность также реализовывать себя также беспрепятственно проводить учебно-тренировочный сбор также беспрепятственно занимать воду пользоваться аппаратурой и так далее мы хотим чтобы нашим молодым девочкам чтобы вообще была конкуренция а не так что любимчики не любимчики или если это кого-то спортсмены определенных лиц только чтобы им везде была дорога допустим моим спортсменам нет чтобы такого не было у молодых я бы изменила подход к тренировкам потом время тренировок я бы изменила потому что это не делать четыре часа воды большой это не подходит для национальной сборной надо больше время и конечно должна быть конкуренция и что у самих спортсменов должна быть цель и у тренеров тренера не должны просто им комфортно пришла на работу ушла на работу занимать постоянно сколько лет подряд одно и то же место и не расти я считаю все равно хоть прогресс каждые четыре года но он должен быть я готова к этому и большой командой я считаю это можно сделать естественно я одна на всех потому что у нас много программ очень там только четыре группы разных соло дуэты это все один человек не сможет сделать это надо конечно собирать команду которые такие же амбициозные тренера которые хотят добиться результата тогда можно я думаю хотя бы начинать уже сдвигаться к десятке сильнейших в мире группа и мне кажется это вообще реально сделать должно быть развитие как тренера меня я вот поднялась уже ну два года до я такой результат добилась я теперь хочу в юниорах такого же результата добиться ну в сборной команде ну вот друзья вы сами смогли все увидеть услышать собственными глазами ушами и делайте выводы сами мы же просим компетентных органов обратить внимание на существующую проблематику жанна демченко и алия каримова если послушать наших уважаемых гостей грубо говоря монополизировали этот вид спорта так быть не должно лучшие специалисты должны заниматься с детьми наши талантливые дети не должны покидать страну и уезжать в соседние государства и казахстанское синхронное плавание заслуживает планомерно и поступательно развиваться мы просим все компетентные органы всех спортивных функционеров обратить внимание на существующую проблематику и поскорее ее разрешить до новых встреч друзья надеемся мы будем радовать вас позитивными новостями а